20 лет Союза Беларуси и России отметили в столице Союза Европейского. Торжественный прием по случаю юбилея прошел в Брюсселе при совместной поддержке дипломатических миссий официальных Минской Москвы. На встрече, посвященном скорее результатам, которые появились за это время, звучали разные мнения о скорости и качестве союзной интеграции. Однако гости, а это дипломаты, политики, представители гражданского общества, остались едины в том, что при создании равных условий для людей, экономик, у Евросоюза на этапе становления было больше проблем, чем у союзного государства. Сегодня мы констатируем здесь, в центре Европы, в столице Европейского Союза, что этот договор по сути своей, он очень близок к тем договоренностям, которые были внутри Европейского Союза сделаны. Так вот, я хочу сказать, что если мы вспомним середину 70-х годов, 90-х годов, то Европейский Союз проходил гораздо более сложные времена и диспуты, чем те, которые мы сегодня, кстати, тоже по энергоносителям, чем те, которые мы сегодня ведем. Тем более, что, как я понимаю, недавняя встреча лидеров наших двух стран, она была очень продуктивной, она создала фонд для дальнейшего движения вперед. Как водится, чем дальше от Родины, тем меньше заметны какие-то различия между нашими странами. Наоборот, больше видна общность и какое-то совмещение традиций. И сегодня мы это увидим на концерте, который здесь будут для нас устраивать молодые ребята, российские и белорусские молодые таланты, которые покажут, что они находятся на великолепном европейском мировом уровне. Действительно, основой культурной программы юбилейного вечера стал концерт классической музыки в исполнении восходящих и состоявшихся звезд белорусской и российской камерной сцены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова